Шашлыки, рыбалка или просто прогулка на свежем воздухе в лесу в парках и скверах сегодня может иметь плачевные последствия. Добавить ложку дегтя в прелесть весенних мационов могут кровожадные соседи, а они клещи уже атакуют, предупреждают специалисты. Плюсовая температура воздуха в начале марта активизировала их поведение. За первую весеннюю семидневку уже зарегистрированы первые случаи укусов и, по словам специалистов, это результат элементарной невнимательности и беспечного отношения к своему здоровью и здоровью своих родных. На нашу территорию распространены два заболевания, это ламбрелиоз и клещевой энцефалит. Чаще встречается ламбрелиоз, передается трансмиссивным путем через укусы клещей. Наиболее опасные места, где избежать неприятного знакомства с клещом маловероятно, это парк воинов-интернационалистов, остров госпитальный в Брестской крепости и территория зеленой зоны Дубрава, что в микрорайоне Дубровка. Со слов энтомологов, ситуация по клещевым инфекциям в прошлом году ухудшилась. Зарегистрировано свыше двух тысяч укусов. А потому и в этом году, тем более, учитывая раннюю весеннюю активность клещей, следует усилить личную профилактику. Защитить себя от этой опасности помогут простые правила. Собираясь в лес, на прогулку, на дачный участок, следует одевать одежду, которая будет максимально закрывать тело. Не стоит забывать о головных уборах, также пользоваться репеллентами. При длительном нахождении в лесу, как я уже и говорила, это самые взаимоосмотры. Тем, у кого есть домашние питомцы, следует после прогулки на улице, в лесопарковых зонах осматривать своих домашних животных на клещей, чтобы не принести их домой. Имеет большое значение профилактические мероприятия, направленные на уменьшение численности клещей. А именно это выкашивание травы, уборка опавших листьев, прореживание кустарника, уборка сухостоя. Тем самым вы будете лишать клещей излюбленных мест обитания. Также стоит бороться с мышевидными грузунами. А если все же избежать знакомства с этим паразитом не удалось, уж точно паниковать не стоит. Справиться с этой проблемой можно самостоятельно. Необходимо обработать место укуса и достать клеща. Оптимально доставать клеща либо ниткой, выкручивая его против часовой стрелки, либо пинцетом, прямым, либо изогнутым. Этим вы достигнете того, что клеща вы не разорвете и достанете его полностью. Потому что есть, конечно, разные народные средства, но ими не стоит использовать. Например, использовать масло, либо спирт в области, где тебя укусил клещ. Потому что в этом случае вы можете клеща повредить и достать не полностью. И часть клеща останется в коже и будет инфицировать вас дальше. И после того, как вы извлекли клеща, конечно, тоже обработать место укуса йодом, либо любым антисептиком. Конечно, большинство родителей за медицинскую помощь обращаются в первые 72 часа. Есть некоторые, которые такие паникеры, которые вот только нам, только что нам делать, укусил. Но есть, конечно, такие исключения, когда мама поздно обращается за медицинской помощью, либо не замечает клеща вообще на теле ребенка. И когда спрашиваешь, а когда укусил, когда заметили, он говорит, ну, наверное, через два дня. Либо мы были там два дня назад в лесу и вот не заметили. Только вот сейчас мы ребенка увидели. Маленькие, тихие, но такие опасные клещи. Остается высокой их численность. Впрочем, как и период активности, что печально увеличивается количество пострадавших. И если раньше опасаться нашествия клещей нужно было с апреля по октябрь, то сейчас быть начеку следует круглый год, исключая морозную погоду.